В нашу редакцию обратились жильцы дома номер 6 по улице Дзержинского за помощью. Дело в том, что днем 22 апреля на глазах у собственников была демонтирована спортивная площадка. Наша съемочная группа встретилась с горожанами. Мы из окна видим такую картину. У нас многоквартирный дом, у нас большой дом, у нас 8 подъездов, детей очень много. Мы живем в доме с самого начала. У нас жил в подъезде депутат, он работал в ЖКХ Атуров. Вот у нас стройка когда шла, это все было построено в советские времена, и у нас очень хорошая спортивная площадка. Многие бы хотели, наверное, иметь в доме вот такую спортивную площадку. Дети играли, наши дети все уже выросли, сейчас другое поколение, людей очень много, детей много. Возраст разный, играли даже взрослые люди. Как старше объясняют, что трубы пришли в негодность, трубы очень крепкие. Даже ни одна машина ее не помяла. Трубы были 36 лет стоят. Стоят трубы очень крепкие, ни помято, ни погнуто, ничего не было. Зачем? Зачем надо было убирать? По словам старшей по дому, Дзержинского 6 в этом году не попали в российскую программу благоустройства территории. В связи с этим было проведено собрание. И тогда же была решена и судьба спортивной площадки. Что существующие стойки под баскетбол, вот здесь на площадке, пришли в негодность, они уже рушатся, они у нас не эксплуатируются, они порядка 30 лет стоят, если как бы не больше 38 лет дому, значит, мы будем их демонтировать. Собственники со старшей по дому не согласны и в голос говорят, что такого решения они не принимали и не согласились бы убрать площадку, что демонтаж произошел без разрешения жильцов. Постановления собрания не было. Протокола не было. Не было, не видели, никто не видел. Он находится в коммунсервисе и все пункты открыли. Это если собрание было в декабре, то сегодня уже который число апрель. Должно быть когда вывесено, еще в январе должно быть вывесено это собрание, это постановление собрания. А постановления так по сей день не нет. Никому в голову не пришло, чтобы вот эту площадочку снова обустроить, спортивную площадочку, чтобы дети занимались. А дети здесь перестали заниматься из-за того, что машины стоят, они мячом баскетбольным попадают в машину, стекло в машину, мятины получаются. Они стали бояться этого. И поэтому перестали здесь заниматься. А до этого они постоянно занимаются. 30 лет она не действующая, эта площадка. Она действует. В результате встречи собственников и старшей по дому долго длился спор. Кто прав, кто виноват. Только вот спортивную площадку уже не вернуть. Стойки спилили и увезли. На сегодняшний момент она не соответствовала ни установленной кольцей горки, ни соответствовала никаким нормам и правилам. Поэтому рекомендовано было, скажем жителям, нам это демонтировать, малая архитектурная форма. Со своей стороны, если жители желают организовать дополнительную детскую площадку, то могут также решением общего собрания, как участвуют в программе благоустройства, выделить средства на приобретение малых архитектурных форм. На сегодняшний день конфликт между собственниками дома номер 6 по улице Дзержинского и старшей по дому не урегулирован. И жильцы не видят другого выхода, как обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в законности принятого решения демонтажа спортивной площадки. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинский. Дмитрий Наговицын